Особое мнение на 101FM Значит, что по этому телефону мы можем принимать в WhatsApp и в Вайбере ваши сообщения, которые в данном случае могут быть направлены Евгению Дрогову. Вопросы, комментарии, реплики Евгению Дрогову в мою сторону можете не направлять. Сегодня не я под прицелом, а Женя. Это его особое мнение. Я сама его буду терзать сегодня. Можете одобрять его. Ну ладно, можете ругать меня за мои вопросы. Окей, хорошо. Да, только я их читать не буду. Я прочитаю, а озвучивать нет. Итак, 8909 720 101 и 0. Номер телефона Вайбера и WhatsApp. Пожалуйста, присылайте. И Telegram-канал, и Telegram-чат тоже подключен. Пожалуйста, присылайте свои комментарии. У нас есть несколько вопросов. Вот ВКонтакте наш продюсер уже анонсировал, что мы точно сегодня поговорим про то, кто и как сейчас обсуждает, добавляет, вносит предложение в стратегию развития города Кирова 2035. Напоминаю, что ее разрабатывает финансовый институт из Москвы. Точное название, скажем, когда будем этот обсуждать вопрос. И она вызывала много критики, непонимания, как вообще эта штука разрабатывается, и кому должны были уйти деньги, и должно ли там быть общественное мнение или нет. Вот мы об этом поговорим. Мы сегодня точно будем говорить про то, что вообще происходит с инициативным бюджетированием, раз уж Женя у нас в гостях. Потому что вы помните, что в этом году без объявления войны, что называется, были сняты деньги с инициативным бюджетированием, и до сих пор, насколько я понимаю, пояснений не было, а что это было и что будет дальше. Но тем не менее, при общественной палате Кировской области рабочая группа дорабатывает проект инициативного бюджетирования Кировской области. Это ППМИ наше с вами, дорогие товарищи. Закон, да. ППМИ, проект поддержки местных инициатив, как образец, привожу пример. А между этим Госдума приняла во втором чтении уже что-то подобное. Зачем тогда непонятно здесь вот что-то в Кировской области разрабатывается, когда уже Госдума позаботилась. Ну и третье, что анонсировал наш продюсер, спасибо ему, это коронавирус. Ну как без него? Об этом тоже поговорим. Но между этим у нас еще много симпатичных, интересных вопросов. В частности, например, такой вопрос у меня. Скажи, пожалуйста, вот мы сейчас начнем с тобой говорить про стратегию. В прошлую пятницу, вот прошедшую только что пятницу, собрались представители пяти групп, которым было поручено, или их попросили скорее, да, попросили. Прочитать проект стратегии города Кирова 2035, который разрабатывает Московский финансовый институт. Это я своими словами называю институт. И внести свои предложения. Вот они докладывались в пятницу, чего они там напридумывали и чего там напрредлагали. Да ведь? При этом присутствовали Елена Васильевна Ковалева, мэр города, Дмитрий Осипов, новый глава администрации. Если с Еленой Васильевной мы с тобой, слава богу, много-много лет знакомы в разных ее ипостасях, то вот с Дмитрием Осиповым я раньше знакома не была, а ты? Я тоже впервые с ним познакомился. Как впечатление, хотела я спросить? Ну, трудно сейчас говорить. Наверное... Нет, я спрашиваю, как впечатление? Впечатление... Первое впечатление хорошее. Почему? Ну, потому что человек включился в работу. Он сказал там ровно три фразы в конце. Ну, я его видел накануне, мы встречались в администрации с нашей группой, он к нам пришел. А, вот как. Да, и свое отношение к происходящему сказал. Но, мне кажется, городоначальника любого надо оценивать по его делам, вот, пока оценивать рано. Нет, погоди, ты сказал, он хороший произвел впечатление. Что сыграло на то, чтобы он хороший на тебя произвел впечатление? Ну, его озабоченность теми процессами, которые в городе происходят. В чем она выразилась? В том, что он свое мнение высказал. Значит, это ты приходил с группой... Я не думаю, что мне надо сейчас его слова какие-то пересказывать. Нет, нет, я только о твоих ощущениях. Мои ощущения, они сугубо личные и частные. Да, это тоже интересно. Не каждый горожанец... Иногда первое мнение бывает обманчиво, как в хорошую сторону, так и в плохую. Поэтому я говорю, что рано сейчас говорить о том, ну, вот, что он добился на своем посту. Просто приятный человек пока что-то. Ну, наверное, да. Вот так ты можешь характеризовать. Хорошо. Итак, возвращаемся в пятницу. В пятницу была встреча, где представители всех пяти групп, а это... Я напоминаю, что были созданы группы по буквам слова «Киров». Комфортная среда и известный бренд, развита экономика, открытое общество и вдохновленные люди. Ты входил как минимум точно во вдохновленные люди и в известный бренд, насколько я знаю, да? Да, в две группы. Я входила в кромфортную среду, известный бренд и вдохновленные люди, но не так интенсивно работала, как ты. Я просто видела, как работал ты, я не так, конечно. Итак, как строилась работа, расскажи. Ну, надо сказать, что стратегия муниципального образования любого – это документ, который должен быть в муниципалитете. Его разработка регламентируется 172-м федеральным законом, стратегическом планировании. И город, у которого в 2020 году заканчивается стратегия, принятая на предыдущий период... В этом году заканчивается, товарищи, наша с вами стратегия. Вот, и приступил к разработке нового. То есть был объявлен конкурс, как я это понимаю, который выиграл финансовый университет при правительстве Российской Федерации из Москвы. Вот, и то, что они представили как разработчик, было предложено обсудить экспертному сообществу, скажем так. Вот, мне кажется, само по себе вот это предложение, оно уже является таким позитивным моментом в жизни нашего города. В том, что городская власть подошла неформально к принятию этого документа. То есть они могли бы просто вынести на общественное слушание, как требует этого процедура, да, принять эту стратегию. И жить дальше там до 35-го года, как при предыдущей стратегии все это происходило. Как тут заметил разработчик в пятницу, представитель разработчика, что, уважаемые собравшиеся, стратегия города есть. Она вот сейчас действует, и вроде каждый год там по этой стратегии чиновники должны отчитываться перед обществом, да, городским. Вот. Другое дело, что принятые, скажем так, какие-то традиции и процедуры не всегда публично, не всегда они доходят до каждого, и не всегда вообще простой горожанин может представить, что из себя представляет стратегия, зачем она нужна и как она выполняется, собственно говоря. И с последним моментом, с отчетностью выполнения тех или иных документов у нас, ну, у нас на любом уровне, наверное, есть некоторые проблемы. Нет, проблем никаких нет на самом деле, Жене. Отчетность есть, она такая объемная, она такая жирная, лежит в открытом доступе, только кто ее читает. Ну вот об этом и речь. И насколько эта отчетность соотносится с реальной действительностью, насколько она показывает, как выполнялась предыдущая стратегия, насколько она была, скажем так, точна, насколько она была нацелена на решение насущных проблем города. Это ты сейчас вот к чему сейчас все говоришь? Я к тому, что сами эти процедуры, вот обсуждение с экспертным сообществом... Это хорошо. Это хорошо, да. Хорошо. Теперь, значит, много вопросов было. А кто, собственно, эти эксперты, которые называют себя экспертным сообществом, и обсуждали, и вносили предложение в стратегию 2035? Ну, я, честно говоря, даже не знаю до конца, кто входит в этот общественный совет по обсуждению стратегии. Я был привлечен непосредственно в работу групп. Причем, ну вот, как это сказать-то, каким-то случайным образом, видимо. Потому что есть темы, которые так или иначе затрагивают профессиональные интересы, научные интересы тех или иных людей. Смотри, значит, у нас просто очень мало времени. Да, я знаю. Жень. Я тебя впервые увидела в группе «Вдохновленные люди». И как ты там оказался, я себе представить могла совершенно четко. Мне пришло приглашение по линии ОСИА, агентства стратегических инициатив. Агентство стратегических инициатив. Потому что ВУЗ отрабатывает эту линию, агентство стратегических инициатив. С одной стороны, с другой стороны, я являюсь экспертом ОСИ по городскому развитию. И вот таким вот образом я попал в эту группу. И в том числе ты являешься экспертом и ВИАТГУ тоже. Ты сотрудником ВИАТГУ являешься. Ну, я не являюсь штатным сотрудником ВИАТГУ. Не штатным сотрудником. Но и в СМИ размещало, и в соцсетях размещало наш ВУЗ сообщение о том, что не только эксперты, но все желающие, активные граждане могут на лидера ID на специальной системе зарегистрироваться, прийти и обсуждать. Был кинут открытый клич. Здесь все понятно было. Руководитель стратсессии вдохновленных людей, ректор ВИАТГУ Валентин Пугович, был первый день, это было 26, по-моему, если я не ошибаюсь, июня. Был очень удивлен, что большинство активистов, которые приглашали, они не пришли. Я не знаю, кого приглашали, кто не пришел. Ну, я вот тоже не знаю, просто как факт, как свидетель того, что было сказано. Ну, там можно по-разному это трактовать, значит, не знаю, как там и кто приглашался. Он мне то же самое говорил, а я просто не знала, на самом деле, что он мне позвонил после первой стартсессии и сказал, что что же вы не пришли, вы же активисты, а я и понятия не имела об этом никакого. Вот не прочитала, где-то упустила письма. Ну, поскольку я получил по двум направлениям приглашение, я пришел. Бывает, да, то есть, возможно, просто не дошло, хотя к тому же лето. Все-таки, то есть, вот эксперты, в этой группе мы понимаем, как ВУЗ определял, как в известном бренде приглашали. Как ты туда попал? Ну, вот тоже кто-то был включен руководителем. Кто тебя туда пригласил? Меня пригласил СИЗОВ. Все, так и скажи. Вернее, он предложил пригласить меня, как человека, который много лет занимается Геральдикой и имел отношение к утверждению последней версии Герба. То есть, личные контакты? Да, вот личные контакты. Вот два примера привели. Как в остальных группах, не знаю, это уже вопросы к тем, кто в этих группах составлял. Дальше. А как люди отнеслись внутри, вот на первых сессиях работы, к тому, что вот сейчас общественное обсуждение, нас тут пригласили? Ну, двояко, опять же. То есть, с одной стороны, хорошо, что пригласили, а с другой стороны, при ознакомлении с текстом возникала масса вопросов. Ну, первый там самый, наверное, вопрос, почему именно этот разработчик разрабатывает стратегию? Да, ну, тут ответ простой. 44-й федеральный закон, муниципальные торги, и тот, кто выиграл этот контракт, тот и является разработчиком. Почему не внутренний разработчик? Да, второй вопрос. Вот, и тут были такие иногда полярные мнения. Часть экспертов, и сам разработчик говорил, что невозможно изнутри разрабатывать собственную стратегию, не имея какого-то стороннего взгляда, не обозревая все горизонты. Вот, другая противоположная точка зрения говорила о том, что вы нас не знаете, как вы со стороны можете оценить все... И третье, что было сказано специалистами, что выиграть этот конкурс смог только тот институт или университет, у которого уже были, был опыт разработанных стратегий. А в Кировской области таких нет институтов. Это вопрос как раз формулирования технического задания на проведение конкурса. Нет, это законодательство требует, насколько я понимаю. Ну, и, возможно, и законодательство требует. Мне так кажется, тут есть некая золотая середина, которая вот при хорошо спланированной и поставленной работе может объединить и первую, и вторую точку зрения о том, что привлекается внешний разработчик с опытом, но формулирует ему, скажем так, подстановки задач не просто заказчик в лице городской администрации, а именно широко привлеченное экспертное сообщество с различными... А сейчас что происходит? Ну, вот сейчас примерно то же самое и происходит, да. Надо напомнить, что начали разговор об этом на прошедшем в прошлом октябре втором урбанистическом форуме в Кирове. Как раз по заявкам общественности приезжал разработчик, и с тех времен как бы велись переговоры, что нужно привлечь общественность к широкому обсуждению. Что сейчас и происходит, посмотрим, во что это вылится. Потому что собирают пока что только, да, предложения. Дальше. Скажи, пожалуйста, наиболее яркие моменты, которые ты вот в предложениях выделил. Вот потому что в пятницу все пять групп докладывались. И про бизнес, и про открытую власть, и общество, и про вдохновленных людей, и про бренд. Самое яркое, что запомнилось? Ну, я, наверное, не смогу сейчас сказать, что наиболее яркое, потому что часы, проведенные, скажем так, в группах, в обсуждениях, да, с привлечением различных специалистов, не только вольно, так сказать. Жень, у нас очень мало времени. Я понимаю. Ты скажи, пожалуйста, вот люди нас с тобой слушают. Мы уже 15 минут говорим про стратегию. Вот конкретно. О чем мы говорили? Как они поймут, что туда напредлагали в эту стратегию? Ты можешь вот пример перевести, выделить? Ну, во-первых, было сказано, что необходимо весь этот многостраничный документ со всеми предложениями, которые только еще будут туда внесены после озвученных в пятницу предложений, чтобы он был переведен на нормальный, человеческий, доступный обычному горожанину язык, и о том, куда мы движемся, зачем это и какими средствами мы будем это достигать, чтобы вышли наши градоначальники и сказали открыто о том, что будет принято в итоге, да? Вот не на чиновичьем языке, а буквально в нескольких фразах понятными словами. Где наши приоритеты? Не на языке там бюджетных отношений там и каких-то стратегических формулировок, которые обычному человеку недоступны, а именно вот обычным доступным языком. Это первое. Второе, что было озвучено и что было воспринято, как мне кажется, это создание постоянно действующего общественного органа при администрации, которая бы продолжала вот в рамках этой принятой стратегии взаимодействовать и с администрацией, и как посредник с общественными организациями, с гражданами, с горожанами нашими, с бизнесом. И на основе вот этого взаимодействия мы бы видели, что действительно документ, принятый вот такими совместными усилиями, это не очередная бумажка, которая легла на пыльную полку и лежит там, да, ее раз в год стряхивают, чтобы отчитаться по формальным признакам, и дальше она там долеживает себе эти 15 лет. А это был действительно работающий такой план, стратегическое направление, да, который обрастает мероприятиями, причем это не истинно высеченное на камне, да, не подвергаемое никаким изменениям и корректировкам, а наоборот, живой документ, в который вносится изменение в зависимости от каких-то вызовов внешних, которые диктуют нам жизнь. Да, тут, Женя, видно, что ты издатель и много читаешь. Красивая, витиватая речь, за которой, мне кажется, что... Нет, ну, Свет, если мы сейчас начнем перечислять какие-то конкретные шаги, которые, во-первых, только были озвучены как предложение, они в стратегию еще не вошли. Вот, ты понимаешь, я просто когда там сидела, я примерно в таком же состоянии находилась, специально дала сейчас почувствовать нашим слушателям это, как вот сейчас слушать тебя. Я почти ничего не запомнила из того, что было презентовано, кроме того, над чем я сама работала. Давай на примере известного бренда. Нет, все, у нас нет больше времени на это. Ну, прекрасно. Я скажу... Я знаю, что предлагаю. Вернуться к этой теме, когда мы увидим итоговый документ, в который разработчик внесет все предложения, которые были озвучены. Я скажу, мы вернемся к этой теме на следующей неделе. Это будет вторник или четверг, где у нас будет два часа, и куда придут представители всех групп, и мы им поставим четкую задачу, чтобы они попытались для слушателей сформулировать в нескольких фразах, что конкретно они предлагают. Там же будет Осипов, и там же будет Ковалева. На самом деле, я, наоборот, поддерживаю все то, что ты сказал, и понимаю, что классно, что процесс пошел, и насколько сложно самому даже осознать, человеку, считает он себя экспертом или нет, но оказался среди экспертов. Как же эту стратегию нужно выстраивать? Это очень ценный опыт, на самом деле. Вне зависимости от того, насколько опытен человек в разработках стратегии, а я думаю, что там 99% собравшихся никаких стратегий на уровне такого крупного муниципалитета, как город Киров, не разрабатывали. Но и понимание того, что в одиночку это тоже сделать невозможно. Невозможно. То есть это коллективная работа. И как учил нас Ивау Ахаси, которого мы же с тобой сюда привозили. Да, японский урбанист. Бизнес, активисты и наука местная должны разрабатывать стратегии, выбирать путь. Именно так. А чиновники и финансовые институты ее обеспечивают реализацию. Так, ну посмотрим, как это все у нас получится. Я об этом и говорю. Посмотрим. Кстати, говорят, ты знаешь, что критиковали все, кто там был, на этом совещании, за то, что пришли люди, исключая Алексея Обжирина, без масок. Что такое? Коронавирус нам уже теперь не страшен? На самом деле все пришли в масках, включая меня, у меня маска всегда в кармане. То есть все пришли с маской, но не в масках. Я вошел в здание в маске, потому что там висит требование. Когда мы вошли в зал и увидели всех докладчиков, городоначальников, всех без масок, я ощущаю себя здоровым человеком, у меня нет симптомов. Организация здравоохранения пару месяцев назад опубликовала данные о том, что для здорового человека маска не нужна. Но они с самого начала об этом говорят. Да, что маска нужна человеку, у которого диагностирован коронавирус, чтобы не заразить окружающих. Более того, те маски, которые у нас массово продаются в аптеках, они без дополнительных средств, они сами по себе не предохраняют. Коронавирус через такую маску проникает. Во-вторых, без специальных очков, без перчаток, без средств дезинфекции в закрытом помещении маски бесполезны. Поэтому в итоге мы там сидели некучно. Нормально, плотненько сидели. Но мы до этого работали несколько... Вот с теми людьми, с кем я сидел рядом, я несколько дней работал достаточно плотно в группах. Но если уж мы заразились где-то, значит, мы все заразились. Но это не массовое мероприятие на площади, когда ты пообщаешься с несколькими сотнями людей и всех заразишь. Конечно, я стараюсь маску носить в таких случаях. Но на самом деле, посмотри, несмотря на то, что закрылся лагерь «Юность», и было выяснено, что от одного, как было сказано, ребенка заразились несколько десятков человек, их закрыли. Но тем не менее, например, праздник «Истабенский огурец» планируется праздновать 1 августа, например. Но, с другой стороны, закрылся Юркин парк, где было, кстати говоря, как на пляже в Ялте куча народу. Но закрылся не потому что коронавирус, а потому что там бассейн неспортивный оказывается. Ну да, Роспотребнадзор, насколько я знаю. С третьей стороны, там СМИ, они удовлетворены поддержкой, которая там коронавирус в финансовом смысле опустошила. Там карманы СМИ, например, этого холдинга, в котором мы сейчас с тобой находимся. Все-таки как ты чувствуешь, народ во всех своих отношениях, в отношении здоровья, проведения досуга и бизнеса, адаптировался уже к ситуации? Или ситуация там обостряется, накаляется? Ну, судя по данным, по ежедневные данные, которые официально публикуются, и они отражаются, кстати, в мировой статистике, говорят, что у нас ничего еще, никакого спада нет по заболеваемости. То есть на уровне 6 тысяч ежедневно диагностируются зараженных. Другое дело, ясной ведь картины нет. Если бы государство предприняло попытку массовой диагностики коронавируса, сдачи анализов, хотя бы тех, кто на массовых производствах, например, работает, кто постоянно взаимодействует. Там небольшой коллектив одно дело, а когда несколько сотен тысяч человек в коллективе, это другое. То есть ясного представления о том, как распространяется коронавирус, какие перспективы, дальнейшие угрозы второй волны, третьей волны и так далее, вот этого представления нет. Ну разные просто, абсолютно разные существуют прогнозы. Да, и то, что было предпринято там по снятию ограничений, когда статистика достигла своего пика, вот это вот странно со стороны государства. Если официальная власть так себя ведет и позиционирует, то что ожидать от граждан? Я знаю, что определенный процент, и я сам знаю таких людей, определенный процент людей до сих пор говорит, что все это придумано, никакого коронавируса нет. Да, которые не столкнулись сами, у кого никто не заболел там в окружении и так далее. И вот этот вот неверие и скепсис, это, ну, проявление... Сам ты веришь той статистике, которую публикуют, например, по Кировской области? Ну я думаю, что, я не знаю, по Кировской области, что в целом статистика, особенно по смертности, она не отражает адекватные картины. Полтора процента смертность, когда в других развитых странах в несколько раз больше. Ну, тут, мне кажется, некое лукавство с подсчетом происходит. А народ? А люди как себя чувствуют? Ну, судя по тому, если вот выглянуть в окно, то единичные представители вот сейчас входят в масках. То есть уже адаптировались? Ну, как-то привыкли, да. Привыкли. Я в свое время разговаривал с другой сферы пример. Когда серия терактов прокатилась по Дагестану, у меня есть знакомый хороший в Махачкале, я говорю, как вы там вообще живете, у вас взрывы каждый день. Он говорит, ну, первые две недели все пригибаются к земле, реагируют, нервничают, там, вздрагивают, а потом привыкают и, в общем, ну, то есть ко всему человек адаптируется. Да, мы сейчас уйдем на рекламный перерыв. 8-909-720-101-0 телефон для того, чтобы вы посылали в мессенджерах, в Телеграме, в Ватсапе и в Вайбере ваши вопросы и комментарии к нашей программе. Это особое мнение Евгения Дрогова. Через полторы минуты вернемся. Особое мнение на 101FM Особое мнение в эфире нашей радиостанции. Веду его сегодня я, Светлана Занько, и свое особое мнение высказывает издатель, специалист по инициативному бюджетированию Евгений Дрогов. Женя еще раз дарует со слушателями, кто только что подключился. У нас работают каналы связи через Телеграм, через Вайбер и Ватсап 8-909-720-101-0 8-909-720-101-0 По стратегии еще раз продолжим разговор на следующей неделе про то, почему все без масок. Хороший очень пример был до перерыва по поводу бомбежки. Ко всему привыкаешь. А теперь поговорим как раз об инициативном бюджетировании. Напоминаю, для всех, кто еще не в курсе или успел забыть за полгода, пока нам прикрыли инициативное бюджетирование в регионе без объявления войны, и до сих пор не пояснив, вернется или нет по ПМИ. Нет, как раз было пояснение, что вернется в следующем году, что результаты конкурсного отбора, которые в этом году практически не состоялся, то есть они не были объявлены, эти результаты, они актуальны, их окончательно актуализируют в конце года, запросят у муниципалитетов, подтверждают ли они те заявки, которые они подавали на этот год, на следующий, и те, кто подтвердят, получат финансирование в следующем году. Гарантии есть это? Нет, конечно. Я пересказываю то, что было нам объявлено всем. Гарантии нет. И в связи с этим, напоминаю, что уже несколько лет назад, пару лет назад, уже, наверное, тройку лет назад, Альянс специалистов инициативного бюджетирования, подготовил законопроект для региона. Совместно с общественной палатой. Совместно с общественной палатой. Инициативное бюджетирование. Что нужно знать просто? Позволишь, я скажу, если бы был этот закон в Кировской области, то всегда определенный процент от доходов в Кировской области уходил бы на инициативное бюджетирование. Такая была цель изначально. Ну, то есть такая задача при разработке перед нами и стояла. Но закон, к сожалению, не дошел даже до рассмотрения в законодательном собрании. Если бы приняли, то это бы было. И ситуация, которая возникла в этом году, была бы невозможна. Да? Причем законопроект, который текст готовил Николай Плюснин, наш коллега. Многие известные у нас представители общественности работали в рабочей группе. Многие были нарекания сняты. То есть законопроект тогда прошел определенную экспертизу. Но когда мы в этом году по предложению Натальи Шитько, председателя общественной палаты, вернулись к этому законопроекту, уже где-то в самом начале мы поняли, что нужно выходить на какой-то другой уровень. Что именно вот в том ключе, в котором мы рассматривали эту возможность, она уже не то чтобы не актуальна, не настолько актуальна. А у нас появилась мысль разработать что-то принципиально иное, принципиально новое. Вот на данном этапе рабочее название этого законопроекта звучит примерно так. О мерах государственной поддержки гражданских и общественных инициатив Кировской области. Инициативное бюджетирование уже из-за глави ушло. Потому что инициативное бюджетирование это только часть возможных гражданских и общественных инициатив, которые могут получить в рамках вот тех мер, которые государство на региональном уровне предусматривает, различные формы поддержки. Остается ли принцип? Остается принцип, что определенная часть бюджета, не буду сейчас говорить какая, кто-то говорит, что одного процента достаточно, кто-то говорит, что мало от собственных доходов. Кто-то говорит, что вообще не надо закладывать этот процент. Но если бы была гарантия, что эти деньги будут выделяться ежегодно, то, может быть, и действительно и не надо было. Потому что иногда этих денег много, иногда мало, в зависимости от того, какие практики, собственно говоря, регион, различные министерства и ведомства. То есть аналогичное же было предложение. Как это не закладывать проценты? Ведь понятно же, если у тебя заложено не менее одного процента, Жень. Моё мнение, что одного процента мало, что процент должен быть, и что его мало. Ну смотри, если ты опишешь, что не менее одного процента, то, может быть, и более, но не менее. Ну да, конечно. И если регион больше заработал, люди все понимают, мы заработали больше, значит, больше пойдет, а меньше заработали. Ну вот не менее. Речь идет сейчас о том, как вот эти деньги, которые заложены в каком-то размере в региональном бюджете, будут распределяться между практиками. Какие инструменты рассмотрения и конкурентности, конкурсности между ними, при всем соблюдении вот тех принципов, которые в проект поддержки местных инициатив были изначально заложены, да, там прозрачности, справедливости, понятности конкурсного отбора, там и так далее, и так далее, транспарентности. Вот они там будут сохраняться. Вот. И мы уже второй месяц, скажем так, как у нас разные люди, мы долгое время, что называется, сверяли словарь, да, чтобы говорить на одном языке. Вот. Сейчас мы непосредственно приступили уже к написанию этого текста. Вот. И мы... Какие сроки поставили? Ну, мы хотим к сентябрьскому заседанию законсобрания, чтобы этот текст уже попытаться внести на рассмотрение. Должен ли он сначала через общественную палату пройти? Ну, естественно, это все общественная палата будет, конечно. То есть должен успеть пройти через общественную палату и в сентябре уже на ОЗС быть? Да, чтобы совет рассмотрел общественную палату. И в это время, 9 июля, Госдума принимает во втором чтении закон, как пишет ТАСС, об инициативном бюджетировании. Хотя ты уже меня поправляешь, не меня, а ТАСС поправляешь, что это не закон об инициативном. Ну, изначально он назывался закон об инициативном бюджетировании, он так и рассматривался, и прошло уже больше полугода, как в первом чтении он был рассмотрен. И надо сказать, что он вызвал бурную реакцию у регионов, у специалистов по инициативному бюджетированию, его очень сильно критиковали. И в итоге, я вот сейчас не готов говорить о нем детально, об этом тексте финальном. Вот мы собираемся, Альянсом его в ближайшие, вот на этой неделе мы его собираемся рассмотреть, под лупой, что называется, что же там осталось. Единственное, что можно сейчас сказать, что слова инициативное бюджетирование, вот это словосочетание, оно из этого законопроекта ушло. Этим законопроектом, вернее, уже законом принятым, вносятся поправки в 131-й федеральный закон о принципах местного самоуправления в России, который предусматривает такое понятие, как инициативный проект. А зачем это было сделано? И все, что с ним связано. Почему убрали бюджетирование? Я не могу сказать за разработчиков, то есть окончательные поправки, окончательное решение, что туда внести, принималось не публично, кулуарно. Единственное, что могу сказать, что в том виде, в котором он был изначально, он очень сильно ограничивал те механизмы и практики, которые уже являются работающими в регионах, в том числе и наш проект поддержки местных инициатив. То есть те критерии и подходы, которые там изначально были прописаны, позволяли бы, вернее, не позволяли бы признать инициативным бюджетированием проект по поддержке местных инициатив в Кировской области. Потому что слишком жесткое было регулирование законодательного. Это регулирование. А само название, ведь не зря же, не зря же говорили. Почему остался инициативный проект в названии? Потому что изначально говорилось о том, чтобы те муниципалитеты и те граждане, которые участвуют в этих процессах, кто вносит в частности свои средства как платеж, получали бы какие-то преференции, бонусы и так далее. В зависимости от того, делают они это или не делают. То есть делают, получают дополнительные. В частности, уже, не знаю, порядка полутора, наверное, двух лет дискутируется вопрос и понимается его уже на государственном уровне важность о том, что если человек вносит такой платеж, то, что он имеет право на получение налогового вычета, например. Вот чтобы внести поправки в бюджетный кодекс, в налоговый кодекс, необходимо, чтобы это понятие было закреплено там, где, собственно говоря, это и происходит, то есть на уровне местного самоуправления. Поэтому первые поправки, которые были внесены, это именно 131-й федеральный закон. Мы на самом деле очень рады, что вот это жесткое регулирование, которое было изначально прописано в этом законе, оно ушло. Что нам несет в итоге этот закон уже в окончательной своей редакции, я думаю, мы еще поговорим, когда разберемся с этим. Я тебе объясню, почему я так настойчиво спрашивала, почему ушло бюджетирование, потому что в моем понимании, и в понимании очень многих людей, использование в словосочетании инициативное бюджетирование как раз ликвидировало правовую и финансовую неграмотность населения. Оно не ликвидировало... Участие в распределении бюджетных средств прежде всего. Понятно. Это словосочетание использовалось на понятийном уровне всеми участниками этого процесса, но законодательно это не было закреплено. Да, да, я просто и поэтому говорю, опасения у меня есть по этому поводу. И вообще этот термин, он такой был соглашательский, что ли, сближающий подход. А инициативный проект это что-то слишком общее, на мой взгляд. Но мы еще будем разбирать. Я думаю, у нас еще все впереди. Да, поздравить можно Альянс консультантов инициативного бюджетирования. На, большой, большой теперь уже всероссийскую организацию. Да, глобальный центр партисипаторного бюджетирования, который в России инициативным называется, в частности, создаваемая под его эгидой новая структура, которая по-английски звучит как People Powered, ну, наверное, включенные люди или люди, приведенные в действие. Вот примерно такой перевод. Заряженные, обладающие силой. Заряженные, да, обладающие силой. Вот в эту организацию Альянс консультантов инициативного бюджетирования получил приглашение. Завтра эта организация объявит о своем создании. Вот мы заявку подали, посмотрим, какие новые горизонты перед нами откроют. И обсудим это. Это международная организация, да. И обсудим это. Спасибо Евгении Дрогов. Его особое мнение мы слушали. Микрофона работала Светлана Занько. Эту программу и другие программы вы можете слушать, смотреть на сайте и хакерово.ру. Всем хорошего дня. Всего доброго. Особое мнение на 101FM